Субтитры сделал DimaTorzok Я слышал об этой трилогии немного и помню, что также отрывками смотрел первую часть в детстве. Однако, после просмотра третьей части, в плохом качестве и на стороннем сайте, я заплакал. Ни в одной картине я не чувствовал такого драматизма и эмоциональности, как здесь. Но поначалу мультфильм не осел в моей памяти. Воспоминания о нем пришли несколько позже. Уехав в школьную поездку в Ярославль, мы поселились с моими друзьями в отеле. И тем же вечером, размышляя о мультфильме, я набрал в поисковике ютуб, как приручить дракона клипы. Или же беззубик клипа. И вот, насмотревшись клипов по драконам, я понял, куда хочу двигаться дальше. И я хотел создавать эдиты. Неважно, как бы они выглядели, главное, я очень хотел их делать. Повезло, что в том же году мне впервые подарили ноутбук. И да, он был игровой. Планировалось, что я буду сидеть в нем и просиживать часы своей жизни. Но кто бы подумал, что через пару месяцев его использования, я уйду вообще в другое русло. Приехав тогда со школьной поездки, я открыл ноут. И в этот же день начала вершиться моя история. Честно говоря, у меня не было вопроса о том, как начать монтировать. Ютуб мне сам в этом подсобил. Он подкинул в рекомендации пару роликов про лучшие программы для монтажа. И в первые несколько дней я сидел и изучал, какие есть программы. А также, что мне, как новичку, больше подойдет. Мой выбор остановился на Movavi Video Editor. Это максимально интуитивная и понятная программа, в которой реально можно было делать простенький монтаж. Я потыкался немного, выбрал песню, которую нашел по клипам этого канала, за которым тогда активно следил. И сел делать под нее свой первый эдит, состоящий из... Да. Свой первый эдит я сделал из гиф-изображений. Собрал его по длительности на 3 минуты за 7 часов. В тот момент я смотрел на свое творение и был нереально рад своей работе. И тем же вечером, 29 марта, я зарегистрировал ютуб-канал, чтобы поделиться своим творчеством с миром. И с него тогда пришло 5 человек. Вы даже не представляете, как я радовался этой крохотной циферке. Однако я понимал, что это было только начало. В следующие несколько недель я не вылезал из ноутбука и изучал вообще все, что есть про монтаж. Я впитал все теоретические знания, изучал эффекты, переходы и делал по 3 клипа за сутки. Они были максимально корявыми и несуразными, но мне они казались крутыми. Тогда я начал искать свое вдохновение не в играх, как это было раньше, а в монтаже. Так я продолжал монтировать в Моваве несколько месяцев, пока не наступил переломный момент. Мне стало тесно работать с Моваве. Поэтому вскоре я заменил его на Филмора. Однако пользовался этой недолго. Для меня она была неудобна, да и набор эффектов меня не устраивал. А потому я через пару недель быстро перешел на Premiere Pro. Но также в это время я работал и в Sony Vegas. Кому-то покажется это странным, но я лично устраивал тесты между ними и пытался выяснить, какая программа лучше. Так продолжалось два года. Пока в этом споре не выиграл Premiere Pro. Однако на горизонте меня поджидал более страшный софт. Вы все знаете его имя. Да, After Effects. Он стал именно тем, кого я избегал, как огня. Когда я зашел в программу и испугался интерфейса, то отбросил изучение на пять месяцев. Но позже вернулся к нему. И я жалею, что не начал делать этого раньше. В данный момент он стал для меня вторым домом. Заходя в него, я чувствую, что у меня развязываются руки, и я начинаю творить. В After Effects я могу проводить спокойно до 18 часов в сутки. А желание изучать программу было выше меня самого. Я готов был сидеть от 8 утра одного дня до 8 утра следующего, чтобы просто изучить один эффект. Но сейчас работать в АЕ мне стало немного сложнее. Спустя долгие годы его изучения я начал ощущать некую ограниченность. А потому сейчас я ушел в несколько другую стезю. Графика. Работать с ней я начал еще давно, 4 года назад. Однако при меня в своих проектах я стал относительно недавно. Все началось в 2020 году, когда я скачал Cinema 4D на свой ноутбук. Тогда эта программа мне казалась легче, чем тот же Blender, но я постоянно забрасывал работу с 3D. Сам процесс мне казался очень долгим и сложным. До сих пор считаю, что это так, но теперь стало попроще. Мне казалось, что у Cinema 4D был несколько урезанный функционал, и изначально я применял его для создания текста превью и оформления других каналов, ведь тогда это казалось модно. Позже на смену Cinema 4D пришел Blender, в котором я до сих пор продолжаю работать. Поначалу программа казалась нереально сложной, ведь в ней была куча всяких кнопок, пунктов и функций, что и заставляло меня отойти от ее изучения. Сейчас же большинство моих эдитов не обходится без этой крутой программы. Оказывается, за огромным функционалом скрывался весьма простой и интуитивный интерфейс, который буквально за пару месяцев расположил меня к себе. Но без одной ключевой сферы деятельности не было бы ни моей 3D-графики, ни меня как эдитора в целом. Имя этой сферы – дизайн. В данный момент это моя основная сфера деятельности. Она подразумевает под собой работу с необычным и ярким визуалом, будь то с... ...или анимированный. Видов дизайна много, но то, что создает дизайнер, должно как-то... ...откликаться в головах зрителя. Работа с этой сферой позволяет мне расширять кругозор, который я буду использовать дальше и в монтаже. Разные элементы дизайна и их применение – это часть всех моих работ. Одна из основных частей. Креативный подход, добавление мелких деталей, создание цельной истории из одной или нескольких работ – это заслуга мира дизайна. Он позволил мне раскрыться и развить свое видение создания контента, и я этим очень доволен. Я знаю огромное количество стилей в дизайне, и каждый из них умею применять, но до сих пор ищу какой-то свой. Может, когда-нибудь я его найду. Однако на дизайне все не заканчивается, ведь есть еще другая ветка развития, которая мне тоже интересна. Все началось в том самом 2020 году, когда мне написал друг и предложил созвониться в дискорде. Тогда же он рассказал мне, что начал заниматься музыкой и предложил мне заняться этим за компанию. Я с радостью согласился, но буду честен. Я постоянно бросал это дело. Это не совсем то, чем я привык заниматься, и я не находил в этом надобности. Однако позже применение своим навыкам я нашел в другой сфере. Создание саунд дизайна для эдитов. Умение работать с эквалайзерами, компрессорами, эффектами и кривообразующей звука также позволило мне расширить свой кругозор для создания саунд дизайна. Я научился комбинировать множество звуков в одно целое и начал различать их по тонам. Если вы захотите заниматься монтажом профессионально, знайте, без умения работать хорошо со звуком вы далеко не уедете. Сейчас у меня всего более 100 треков, но выложил только 10% от них. Кстати, музыку и звуки для этого проекта я писал сам. И думаю, они хорошо передают атмосферу. Это как один из примеров работы. Мы поговорили о сферах, которые имеют отношение к самому каналу. Но что рассказывать о нем, кроме сухих цифр и фактов? Ничего. А вот про человека, который стоит за созданием этого канала, рассказать есть что. Думаю, нам пора познакомиться. Всем привет, меня зовут Валера и лежит для вас известный как Блэк Кай. Сколько себя помню, я всегда был неуверенным в себе парнем и не знал, куда хочу двигаться дальше. Все свое свободное время я проводил в играх, пока не наткнулся на мультфильм, который стал для меня отправной точкой в создании канала. На протяжении нескольких лет я создавал эдиты по этому фандому и состоял в тематических сообществах Вамина. И мне это нравилось. Большая часть моей ютуберской и дизайнерской деятельности хранилась именно там. Однако ушел я оттуда в 2022 году, когда и отошел от мира драконов. Сколько себя знаю, мне всегда нравилось монтировать видео и создавать какой-то контент. Это всегда интересно, потому что рано или поздно это всегда находит своего человека и он обязательно подпишется на канал. На момент 2021 года на канале уже было около 200 эдитов, только по драконам разного стиля и качества. Но я понимал, что в этих эдитах я видел не совсем то, что я хочу. И поэтому я принял для себя решение удалить их всех и начать с чистого листа. Тогда же и произошло мое первое знакомство с миром аниме. Аниме-эдитинг является до сих пор самой обширной базой для всех эдиторов. В видео аниме огромное количество поклонников, а тематик в самих аниме даже больше, чем в самих поклонников. На тот момент, можно сказать, я наткнулся на самую настоящую жилу для своего канала и для средств самовыражения. Однако за основу монтажа я взял стиль не самого популярного эдитора, рипсайна. Его очень плавный и мягкий визуал, отличный от всех остальных эдиторов, чем-то привлекал меня и я решил воспользоваться этим. Спустя долгие два года изучения его стилей, я наконец-таки научился делать эдиты похожие на его. Однако сейчас я открестился от его стиля и перешел во что-то приближенное ко мне, что-то более похожее на кино. Идея, которую я хочу преподнести, заключается в донесении близости моего контента к зрителю. Визуальная простота, но сложность в исполнении – это то, как я мог бы описать все свои работы. И я не думаю, что я двигаюсь в каком-то неправильном направлении. Мне нравится то, чем я занимаюсь, и я продолжу это делать. Эти пять лет были самыми необычными в моей жизни. Я начал буквально с низов ничего не знаю ни о монтаже, ни о дизайне, ни о музыке, ни о 3D-графике. Начал с простых, незамысловатых работ, которые в итоге стали чем-то больше. Сейчас то, что я делаю, двигает меня дальше. Дальше в карьерном плане. Но я настолько этим увлекся, что не заметил еще одну большую окружающую меня сферу. Жизнь. Буду с вами откровенен. Я не умею жить. До сих пор я не уверенно чувствую себя в обществе. Не знаю множества базовых вещей. Имею очень узкий круг интересов и мышления. Я верчусь в своей зоне комфорта изо дня в день, понимая, что кроме как карьерного роста, мне это ничего не придает. Однако, теперь я хочу несколько по-другому. Думаю, что эта маленькая история станет отправной точкой для формирования меня как личности. Я хочу быть не просто творческой единицей. Я хочу быть тем, на кого люди могут положиться, смогут доверять и верить, что я их не предам. Смогут увидеть во мне действительно друга, хорошего собеседника, возможно даже партнера. Смогут принять меня такой, какой я есть. Планы на создание этого видео хранились еще с февраля месяца. И вот, прямо сейчас вы видите этот короткий фильм на своих гаджетах. Видите меня, автора канала Блэкай. Видите мое творчество. Опять же, видите меня самого. Однако, в заключении, хочется быстро сказать о том, что сегодня, 25 июня, у меня день рождения. Свой проект я запланировал на свое 18-летие. Я даже не знаю, что можно себе пожелать. Наверное, я пожелаю себе не думать о прошлом и двигаться дальше. Смотреть в настоящее, в будущее. Никогда не испытывать чувство ностальгии. С днем рождения, Валера. Надеюсь, что ты сохранишь этот проект. Ведь с него, с этого момента, все изменится.